Организация Амнистии потребовала освобождения уйгурки, арестованной за отправку денег своей семье, проживающей в Лии. Махера Якуб является четвертым заключенным, освобождение которого потребовала организация. Махера Якуб, которая живет в городе Кульджа, казахской провинции Восточного Туркестана и работает в страховой компании, была необоснованно задержана в 2019 году. Ранее организация пыталась освободить бывшего декана Синьцзянского университета Ташпулата Таипа, лектора Исламского института Имиджана Саида и основателя сети Багдад Акбара Асада. Через два года после создания Американской Ульгурской Академии, согласно уставу, было проведено голосование по выбору очередного главы Академии. Голосование прошло посредством видеоконференции. На демократических и справедливых выборах вторым руководителем Ульгурской Академии был избран профессор Ельского университета, доктор медицинских наук, исследователь диабета и гепатита Аблис Абдукадир. Появились новые сведения о Всемирной Организации Здравоохранения, которая действует совместно с Администрацией Пекина по вопросу эпидемии COVID-19. Оказалось, что с 2011 года жена Си Цзиньпиня Пэн Ли Юань является послом доброй воли во Всемирной Организации Здравоохранения. На сайте Организации был опубликован список послов, которым супругу главы Китая называют большой и яркой звездой, обладающей самым известным в мире голосом, заботливым сердцем и большим количеством фанатов. Однако информация о том, что Ли Юань является супругой Си Цзиньпиня, не была включена в данный список. Пэн Ли Юань не единственный посол доброй воли, тесно связанный с Китаем. Кроме нее, послом Организации по вопросам устойчивого развития и здравоохранения является корреспондент Центрального китайского телевидения Джеймс Чао. В ответ на попытки Пекина издать новый закон о национальной безопасности, позволяющий укрепить борьбу с антиправительственными группировками, в Гонконге прошли массовые акции протеста. Сотни протестующих в черной одежде собрались в торговом районе Козуэй-Бэй. Участники акции скандировали антиправительственные лозунги, а также девизы «Будь с Гонконгом и спасите Гонконг». Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Директор китайского отделения связи в Гонконге Ло Хуининг заявил, что новый закон необходим для борьбы с интервенцией антиправительственными силами, выступающими за независимость и радикальным насилием. Фонд экономической стабильности, созданный правительством Германии, утвердил пакет помощи в размере 9 миллиардов евро для немецкой авиакомпании «Люфтанза», которая оказалась в сложной ситуации из-за вспышки COVID-19. Было заявлено, что пакет включает в себя усиление капитала компании правительством Германии. Фонд экономической стабильности получит более 20% акций компании, номинальная стоимость каждой из которой составляет 2,56 евро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова